всем приветики я хотел бы вам показать один из способов как у вас могут украсть аккаунт в стиме получается мне вот один из моих друзей вернее человек который добавился ко мне в друзья прислал такое сообщение здесь из про его то есть это для тебя и ссылка на как бы карту подарочную карту стима но как бы это не сайт стима потому что если мы присмотрим все это мы видим вот у стима адрес steam комьюнити а здесь надпись вот если сравнить не не ю комьюнити 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 то есть поменяли буквы местами и кто не поймет тот может попасть на эту удочку поэтому внимательно смотрите что он присылает и вообще не приходите ни по каким ссылкам и вот когда мы переходим по этой ссылке мы увидим что здесь нам предлагается вести логин но залогиниться чтобы получить типа бесплатно подарочную карту для стима на 20 долларов и если мы эту ссылку отправим на вирус тотал она показывает что это фишинговый сайт кто не знает вот вы переходите на всю вирус тотал здесь можно проверить как файл так и ссылку вводите сюда ссылку и вот он результат что 17 анти вирусов уже знают эту ссылку как фишинг ну то есть мошенническую которая призвана для того чтобы выуживать у вас данные вот и что в таком случае делаем естественно мы туда не ну ничего не вводим лучше вообще не переходим но если перешли точно ничего не вводим интересно если здесь язык поменять поменяется здесь вот кстати все на английском а русского кстати нету ну ладно если допустим болгарский она просит сразу залогниться вот поэтому что мы делаем в таком случае переходим в профиль этого пользователя нажимаем открыть нажимаем пожаловаться так пользователь участвует в краже пользователей пытается украсть мой аккаунт и мои данные далее запросить проверку аккаунта комментарий я уже написал заранее этот пользователь пытается украсть мой аккаунт Нет, вернее, ну да, можно написать «пытался», но написать «да, этот пользователь пытается украсть мой аккаунт, он прислал мне ссылку на мошеннический сайт». На этом сайте предлагается ввести логин и пароль от аккаунта, чтобы получить подарочную карту Steam. Его сообщение выглядело так. Ну и, собственно, копируйте его сообщение. Отправить жалобу. Спасибо. С помощью жалоб такого типа мы распознаем аккаунты, участвующие в краже, аккаунтах, фишинге и других злоумышленных действиях. Мы не блокируем подарителей, исключительно за жалоб. То есть они, ну как бы, его не заблокируют, но они будут иметь в виду, что этот чел мошенник. Вот. И, возможно, будет как-то улучшать свою систему, чтобы не допускать такого. Плюс, возможно, ему там наложатся какие-то ограничения. Ну, то есть его не заблочат, но, возможно, статус его аккаунта понизится как, ну, типа, недобросовестный. Вот. И, кстати, вот фишинг. Здесь уже написано фишинг. И вирус тотал говорит фишинг. То есть это он и есть. Фишинг. Короче, челик пытался нас обмануть. Ну, так что. И после этого, после этого, естественно, вы нажимаете удалить из друзей и заблокировать челикса. Все. Вот так вот и решается проблема с тем, кто вам отправляет фишинговые ссылки. Но не нужно ничего вводить на этих сайтах. И лучше окинуть жалобу, чтобы стим был в курсе, что этот чел занимается мошеннической деятельностью. Естественно, из-за одной вашей жалобы его не заблокировать. Но если таких жалоб будет, я не знаю, штук, ну, тысяча, допустим. Если на него каждый, кому он отправляет ссылку, будет кидать жалобу, то, я думаю, к нему примут какие-то меры. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока до вам. Хотел бы вам показать вредный бонус. Сейчас я редактирую этот видосик и заметил, что челик этот уже заблочен. Переходим в мой черный список. Видим этого челика. Смотрим и видим, что у него блокировка. 28 дней назад. Сейчас 3 ноября. Записывал я 5 октября. И если от сегодняшнего числа отнять 28 дней, это будет 7 октября. Получается, через 2 дня после моей жалобы его забанили. Но забанили в игре. Возможно, он использовал щиты, возможно, жалобы, людей повлияли на это, не знаю. Но в любом случае он заблокирован. И это радует. То, что мошенник получил по заслугам. Возможно, из-за того, что на него стали поступать жалобы, к нему лучше присмотрелись и заметили, что он и в играх что-то такое нехорошее вытворяет. А может, он просто, не знаю, просто такой бан повесили, какой могли. Короче, вот такой это финал для этого челика. И теперь ему, наверное, грустно. Ну а на этом все теперь точно. Пока-давай.